Рассказываю о книгах. Вспомнила ещё раз замечательно этот хэштег. Вяжут не только бабушки, знаете, вяжут ещё и дедушки, и молодые мужчины. Рассказывать я вам сегодня буду о нескольких книгах, моих любимейших из библиотеки. И рассказывать буду о совершенно уникальном художнике по текстилю, о кафе Фасете. На самом деле его имя полное Фрэнк Хавро Фасет. Родился он в Калифорнии, в такой обеспеченной семье. С детства он общался с художниками известными и даже закончил школу искусств. Но будучи ещё совсем молодым человеком, он получил стипендию британской школы искусств, переехал в Лондон и там увлёкся вязанием. Про это у него на сайте можно прочесть интересную историю, как по дороге в поезде он увидел старика, встретил, который вязал. И по сути дела у него он много чему научился. Потом он путешествовал по всему миру. Очень многому он научился в Марокко. Потом путешествовал по Азии. И повсюду он собирал для себя не орнаменты, не паттерны, а именно впечатления. Яркие сочетания красок, которые он приносил уже в своё творчество. Сейчас ему больше 80 лет. Он по-прежнему творит. Он разрабатывает дизайн тканей. Он по-прежнему вяжет какие-то, придумывает новые паттерны. У него интереснейший сайт. Он читает лекции. Мне повезло. Я у него проходил небольшой курс в своё время. Именно тоже по вязанию жаккардов. Но недолгий курс, скажем так, недельный всего. Но меня это очень многому научило. А вот книги его я просто берегу, как зеницу ока. Это старые издания. Что-то из них, по-моему, вот это вот «Торжество цвета», вот эта книга, она есть в переводе на русский язык. Но я вам покажу её поподробнее, полистаю и покажу ещё несколько книг, которые в России не очень известны. Итак, приступаем к обзору книги. Начинаем её листать. Вот эта книга, она старенькая, она первое издание вышло вообще, по-моему, то ли в 70-х, да, в 70-х годах прошлого века. Ну, а потом уже как бы её много-много раз переиздавали. А, нет, вот это 88-й год. Вот до этого была книга 70-го, я покажу её ещё. Вот, ну что в этой книге, да? А тут будут разнообразные полосочки и ступеньки, звёзды и кристаллы. Всякие разные пятнышки и точечки, квадратики и заплаточки. Кстати, его называют как бы королём трикотажного пэтчворка. Это действительно так, вы поймёте это по рисункам. То есть, растительные орнаменты, животные орнаменты. То есть, в этой книге очень-очень много всего. Ну, естественно, как бы во вступлении он рассказывает о себе, да, вот это его биография. Те живописные примеры, на которых он учился, откуда он брал для себя примеры гармоничного сочетания цветов. Ну, а потом дальше вот как бы идёт работа с орнаментами, да, очень яркие иллюстрации прекрасные в этой книге. И вот идёт проработка, вот идёт схема описания пряжи, как это вязать, полное и подробное описание. Как это потом, откуда брать вдохновение, да, как это использовать. Ну, и вот смотрите, да, как бы разные фольклорные, там, керамические, да, плошки. Как они гармонично сочетаются с вязанными орнаментами, потому что вдохновение черпалось из фольклорного искусства, из фольклорного источника. Вот, соответственно, ну, вот дальше как бы пошли разные разделы, как это применять в одежде, да. Вот смотрите, какие орнаменты, да, они актуальны, они не устаревают по сей день. То есть, вот бери и вяжи, что это будет, вот кардиган или джемпер какой-то, или джилет, или, ну, в общем, всё это, вот ступеньки, да, очень он любит вот эту тему разных ступенек. Прекрасно, всё это, всё это актуально, всё это можно использовать. Какие-то модели, ну, мода вообще гуляет по кругу, поэтому какие-то модели одежды с небольшими изменениями можно использовать и сейчас. Ну, в интерьере, да, учитывая, что боха или фолк, стиль, этно-стиль, да, это всё вообще никогда не утрачивает актуальности. То есть, это можно всё, всё применимо. Ну, и вот дальше опять-таки модели одежды, это всё связано его руками. Надо заметить, что очень много лет, кафе Фасет, кафе, кстати, это его псевдоним, да, который появился из его детского прозвища. Так звали герои египетских сказок, кафе, и вот так это и осталось в его жизни. Вот, для Вога он очень много разрабатывал моделей и, ну, соответственно, печатали это всё, эти модели были на подиумах больших. То есть, человек продвинулся в этой теме, потому что, ну, профессионал высочайшего качества именно, высочайшего уровня именно в технологии, в качестве вещей. Ну, и, конечно, потрясающий художник со своим неповторимым взглядом, да, на вязание, на у него своё чувство цвета, которое он годами, десятилетиями развивал. Посмотрите, какие шали, да, ну, фантастика просто, да, причём, ну, вот книжка, которой на сегодняшний день больше 30 лет. Какую из этих вещей не будешь считать актуальной? Вот, пожалуйста, рисунок, орнамент, маки, да, вот в таких цветовых сочетаниях, на шале, на жилете. То есть, ну, всё это, всё это применимо, абсолютно применимо сейчас. У этого человека есть чему учиться, и я думаю, что ещё многие поколения, не просто вот тех, кто занимается домашним рукоделием, а профессиональных дизайнеров будут учиться у этого мастера. Ну, вот, как бы, много-много вот таких вот разных тоже пэтчворк, да, всё это связано с жаккардами. Ну, вот, у меня самое старое, у меня первое издание этой книги, в нём полиграфия, может быть, ну, как бы, ещё такая, чуть-чуть похуже, чем умеют печатать сейчас. Но есть обновлённое издание, а старенькое, кстати, можно на Амазоне купить, ну, вот просто за копейки. То есть, вот эта книга, которая, по сути дела, ну, я не знаю, для меня это источник вдохновения, и на сегодняшний день, да, я эту книгу с книжной полки частенько достаю, просто когда я хочу подумать, и у меня появляются в голове мысли о новых проектах, которые не повторяют «Кафе Фасета», но, тем не менее, это куда-то меня в другую такую вот параллельную вселенную переносит, и там я нахожу новые идеи для своих проектов, не только вязаных, но и войлочных, и сшитых, то есть это мне очень помогает. Ещё одна книга, вот о которой я хотела сказать, она была издана пораньше, это семейный альбом, дизайнер для детей и взрослых, вот она была в 70-е, издана пораньше, вот у меня такая книжечка, она тоже старенькая, я её на каком-то книжном развале купила, была счастлива, была просто вообще в диком восторге, потому что долго её искала. Эту книгу они делали вместе с Джои Хант, художницей, но фотограф, собственно, как и в первой книге, Стив Лови, то есть такая вот команда у них. И начинается эта книга, она с простых, казалось бы, мотивов, орнаментов, с вещей для деток. Вот то, что мы сейчас уже знаем, уже это популярно, все остаточки можно собрать, чтобы сделать вот такую вот яркую вещь. Все описания, да, выкройки, расчёты, схемы, всё здесь есть. И представлена масса-масса просто вот образцов вещей, которые делаются по такому же принципу, причём всякие комбизики, сарафанчики, свитерочки, всё это, пожалуйста, в зависимости от возраста. И тут же, как вот те же самые мотивы, да, которые в одежде у деток, ну вот, пожалуйста, вот для мамы, да, такой прекрасный такой жакетик. Вот, и как это сделать? И опять-таки и схема, и выкройка всё здесь есть. Ну, я считаю, замечательно, очень удобная книга, с ней просто удобно и хорошо работать. Вот такие вот разные, разнообразные решетчатые орнаменты, да, которые отчасти, может быть, тканое полотно напоминают. Цветочные, да, всякие разные кружочки, точечки, горошинки. Они могут быть совершенно разными, применимы они и в детской, и взрослой одежде, и в женской, и в мужской в том числе, в совершенно разных цветовых сочетаниях. Причём, опять-таки, ну, с минимальными изменениями кроя, да, все эти вещи абсолютно актуальны и на сегодняшний день. То есть, в общем, наверное, потому, что во многом они стали, как бы, такой вот яркой, но классикой. Потому, классика это не только серый и чёрный, да, а это ставшие традиционными классические сочетания орнаментов и цветов. Вот то, что в своё время, да, ещё в прошлом веке, 50, 40, 30 лет назад предложил Кафе Фассет, всё это актуально, очень актуально и сейчас. Тем более, на волне интереса к стилям Боха, Этно, Диско даже. Всё это вот очень-очень можно использовать. Ну, вот я сейчас тоже ещё полистаю странички. Ну, сами понимаете, задерживаться на схемах, да, я не могу. Вот, но всё это вот, эти книги можно найти. Не бойтесь покупать старые книги на Амазоне. Они обычно там всегда пишут, что в каком книгосостоянии, да, то есть, да, её читали, да, её листали. Ну, вот она, как бы, может перейти в руки новому владельцу за какие-то совершенно смешные деньги. Переиздания вот этой книги нету, да, то есть, вот она, ну, как вышла в своё время, так вот она и есть. Ну, книга очень достойная, много моделей, которые могут очень-очень порадовать. В принципе, все описания здесь и схемы такие, что, ну, на сегодняшний день ведь перевести можно, поставив приложение в телефоне, да, которое будет вот просто сфотографировано, отсканировало страничку телефоном, и вот тебе выдадут перевод этой странички. То есть, сейчас знание иностранного языка, оно вот для таких вещей не обязательно. Ну, смотрите, всякие разнообразные звёзды. Ну, вот для детей, допустим, в плане, там, вязания для детей, для подростков, ну, вообще, эта книга заменяет, я не знаю, десятки и десятки всяких разных современных журналов, где зачастую повторяется то же самое. Ну, цветочные мотивы. На мой взгляд, это просто вот великолепие, да, мне это очень-очень нравится. Я в своём гардеробе, да, не любитель ярких вещей, но вот даже я могу здесь найти что-то для себя, для своей семьи, где вот более сглаженные такие сочетания. Вот, кто любит что-то поярче, ну, это вообще, это просто такая находка. Вот, самые разные, да, самые разные. Вот такие вот сдержанные какие-то мотивы. Ну, книга великолепная, малоизвестная, нерастиражированная. То есть, что в этом плане хорошо, если книга нерастиражирована, значит, соответственно, ну, не так у многих вы найдёте аналоги, да, этих вещей. Можно вывязывать и прекрасно, прекрасно чувствовать себя уникальным, оригинальным. Вот, собственно, вот ещё одна книга, да. Вот такая вот книга есть, да, 25 выдающихся визуальных дизайнов. Вот тоже ещё кафе молоденький, прыгнул, седоватый, но ещё молоденький. Тут ему где-то лет 45, он достаточно рано посидел, не такой, как сейчас, 80. Но он даже сейчас бодро так держится. И вот, как бы, вот эта книга, ну, у неё тоже такая полутвёрдая обложка. Вот, но я, кстати, люблю не маленькие карманные издания, да, а издания вот большие, так, чтобы, ну, как минимум А4 был формат, потому что удобно все схемы разглядеть. Ну, вот эта вот книга 93-го года, и её тоже нету в переводе, ну, и нету нового обновлённого издания, но её имеет смысл тоже бэушную посмотреть. Я тоже её покупала на Амазоне, слушайте, ну, вообще тоже за какие-то смешные копейки. Почему? Вот такой вот, смотрите, какой кардиган. То есть тут все модели, они тоже с выкройками, с описаниями. Это то, что вот оверсайзы, да, ну, как приятно сделать такую вещь, да. Оверсайзы очень-очень сейчас актуальны. И поэтому, ну, не знаю, книга, если есть возможность, купите. Я очень люблю вот такие килимовые орнаменты, да, которые, ну, они, эти килимы, они похожи и на какие-то кавказские, карпатские, одновременно это похоже на северо- и южноамериканские. То есть вот очень много этнических пересечений таких в орнаментах, но вот в этой книге это всё есть, да. Соответственно, ну, вот прекрасный каждый дизайн, да, все этапы работы над вещью, всё описано очень-очень подробно. То есть вот такие вот масштабные схемы, великолепные. То есть, ну, взяв эту книгу, да, имея намерение связать какую-то вещь, по этой книге можно связать 100%, да, то есть просто следуя пошагово всем рекомендациям. Вот, пожалуйста, да, смотрите, как один и тот же орнамент звёздный, да, вот он на этой странице, вот такой вот, да, он яркий и броский, а вот на жилете вот тут вот он такой сдержанный. То есть, ну, всегда можно самостоятельно поиграть цветом, вот. Ну, вот такие вот гобеленовые листья. Как я люблю этот жакет, и, наверное, всё-таки я соберусь, его когда-нибудь свяжу, потому что даже если я его свяжу через 10 лет, он всё равно будет актуален. Посмотрите, какая великолепная вещь. Кажется, не броско, просто сдержанно, но как это элегантно, да, как это красиво. Опять-таки, все описания есть. Ну, у меня вот даже вот эти вязаные проекты, они ещё и на войлочные проекты вдохновляют. Войлоком я занимаюсь много давно. На вязание не всегда остаётся время, но я стараюсь это время находить, потому что вязание, вот, в отличие от войлока, оно очень умиротворяет и успокаивает, да. Ну, вот, ладно, как бы обо мне. Вот смотрим дальше, книжку листаем, да. Смотрите, какие прекрасные дизайны. То есть, ну, всё это, всё вот реально применимые в жизни вещи. Ну, это более экстравагантно, конечно. Вот, это со старинных гобеленов геральдические псы. Ну, это более экстравагантно, хотя это тоже можно использовать для тех, кто любит в одежде такую оригинальность. Вот. Кстати, интересный момент. Он много вязал вот вещей именно пейчворком, но не очень любил интерлок, хотя, собственно, он одним из первых ввёл этот метод вязания, да, вот, как бы, эту технику в обиход европейских и американских рукодельниц. Ну, такие вот, казалось бы, тоже простые треугольники. Ну, он хорошо, шалевый воротник, как хорошо сделан, хорошая посадка вещей. Ну, не зря он всё это делал, разрабатывал схемы для Вога, да, то есть, для мира высокой моды он очень потрудился. Ну, и поскольку изданы книги, он очень многое сделал для вот нас, обычных людей, обычных рукодельниц, потому что по этим книгам можно связать вот такие эксклюзивные вещи. Вот видите, вот тут какой-то анимал-принт, да, интересный такой леопард, не леопард, ну, вот какой-то такой вот абстрактный анимал-принт, который очень-очень хорошо смотрится. Вот обычное что-то такое леопарде я, к примеру, не люблю, а это вот не выглядит так нарочито, то есть, ну, на мой взгляд, гораздо элегантнее. Вот, то есть, есть вот домики, да, домики тоже не умирающая тема, и в вязании, и в вышивке. Ну, вот, пожалуйста, вариант, который был предложен вот еще в прошлом веке. Актуально? Ну, на мой взгляд, абсолютно. Ну, и вот сам кафе-фасет, да, в связанном его руками жакете. Очень хорошо это выглядит, это так элегантно выглядит. Он тоже, ну, опять-таки, есть описание, но вот абсолютно тот же жакет на молодой женщине тоже смотрится просто прекрасно. Ну, вот такие вот разноцветные, да, рождественские мотивы. То есть, тоже на разный случай. Тут, действительно, тут описание, ну, 25 вещей с подробными схемами. Вот такая вот замечательная книга. Ну, и в завершении хочу показать вот такую книгу. Это Ким Харверс. Это ее коллекция, книга с описаниями по коллекции трикотажных вещей, которые были вдохновлены кафе-фасетом. Она одна из его учениц, и тоже она очень известный дизайнер, которая, ну, много, да, ее работы были на подиуме, во всяких разных модных журналах. Ну, и вот тоже книга. Эта книга издана тоже, это 90-е годы прошлого века. Ну, вот сейчас полистаем, просто чтобы посмотреть орнаменты и фасончики. Я, кстати, очень люблю вот такие вот цветочные мотивы, вставленные, добавленные, да, на гладкий трикотаж. И это не теряет актуальности. Ну, опять же, вот, мало того, что жаккард, который занимает, вот фрактальный жаккард, занимающий всю поверхность, плюс еще интересные и необычные бордюры. Да, то есть вещи, ну, очень красивые. Вот черный с золотом сочетание, да, с таким золотистым. И тоже отдельные мотивы и жаккардовый бордюр. Очень эффектная вещь, очень красиво смотрится. Ну, вот эту книгу тоже вот на Амазоне можно найти за копейки бывшего употребления. Ну, такой вот Боха-стиль. На сегодняшний день, да, это Боха-стиль. Вот. Очень-очень. Это такие драконовые фантазии. Вот. Вывязать это можно по-разному. Ну, у нее тут еще, помимо жаккардов, у нее еще и араны. Ну, жаккарды, да, мужские всякие разные, джемпера. И смотрится это все великолепно, эффектно. Я, кстати, очень люблю, когда... По старинке, да, поскольку вязать я училась еще в старые времена, а описание, просто на словах описание, это хорошо. Но когда в книгах совершенно нету никаких схем, вот я, честно говоря, немножко теряюсь, да. То есть я могу, конечно, перевести описание, но схема, она добавляет какую-то наглядность, потому что бывает, когда вот просто словами возьмите там одну петлю, одну такую, там такую, вот можно запутаться. Особенно вот у меня ситуация, когда я за вязание берусь вечером после рабочего дня, да, уже голова уставшая, и вот где-то можно запутаться. Когда есть схемка, да, перед глазами, уже не запутаешься. Смотрите, какой просто вот восторг, да. Замечательные вещи. Кто скажет, что это не актуально на сегодняшний день? Ну, не знаю. Вот, ну вот это немножечко, наверное, уже так вот чисто модель сама по себе устарела, да, потому что сейчас такие кропы не носят именно вот такого дизайна. Хотя в этом тоже что-то есть, можно подумать, поработать. Ну и вот всякие разные такие кофточки, жакетики. Но я больше люблю, конечно, вот из старых книг я люблю вытягивать дизайны и рисунки всякие на вот такие вот объемные вещи вот с жаккардами, с аранами. Потому что, ну, какие-то вот миниатюрные вот такие вещи, они сейчас немножко и другая посадка нужна. Вот. Но вот то, что касается жаккардов и аранов, это все очень-очень актуально и по сей день. Вот так, ну, тут более гладкие. Ну, в общем, вот эта книга, это как бы дополнение такое к сегодняшнему разговору, потому что действительно, как бы, эта книга была вдохновлена автором. Для создания своей коллекции была вдохновлена работами Кафе Фасета. Но книжка тоже интересная. Если она вам попадется, смотрите, какое шикарное пальто. Вот сейчас такие вот пальто оверсайзовые, да, они в тренде. Вот. То есть очень-очень можно такой жаккард, такое пальто сделать. То есть кто-то не ленивый может для себя это повторить. И, ну, великолепно. Вот. Ну, тут всякие еще ключком штуки. Вот смотрите, какой жилет шикарный, да. Что в мужском, что в женском варианте. Ну, роскошь. Да, и это то, что актуально сейчас. И вот, пожалуйста, схема, да, как, как, что делать. Уже не ошибешься, не запутаешься. Вот я люблю, когда хорошие схемы даны. Ну, какой прекрасный дуэт, да. Вот такое вот вязанное пальто и вязаный жилет. Вряд ли кто-то будет так ходить парой, но смотрится эффектно. Ну, друзья мои, то, что я хотела вам на сегодняшний день показать, да, рассказать. Книг у меня еще много. Пишите, пожалуйста, спрашивайте, что-то рассказывайте сами. То есть, все, что вы напишите в комментариях, я обязательно прочту. Если будут вопросы, оперативно на них отвечу. Если вам интересны мои видео вот в таком формате, ставьте лайки. Да, если нет, ну, ставьте дизлайки, что поделаешь. Я это тоже учту, буду стараться сделать лучше. Подписывайтесь для того, чтобы не пропустить новые видео. И смотрите еще на канале. Есть много чего с прошлых времен. Поскольку, ну, как бы я недавно так вот этим всем активно занялась. Посмотрите, старенькие видео тоже полезные. Ну, что ж, всего вам доброго. Всего вам хорошего. Хороших дней, вечеров. И поможет побольше времени на ваши любимые занятия. Редактор субтитров А.Семкин